здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал наги или люди змеи значит этот ролик будет из проекта черная флешка давайте я вам коротко зачитаю одну интересную информацию а кого это дело заинтересует то я оставляю вам ссылку на огромный объем информации по этой теме поехали змей смотрим изображение вот такой вот трон это так называемый первый век до нашей эры в этом троне собраны все визуальные отображения именно тех лозунгах в треугольниках которые висят в трапезной церкви троицы сергиевой лавры а именно что теос бог есть офиус змей и что ягве есть не хэш тоже змей кто восседает на троне на фотографии змей и рядом с и рядом с ним ящерица видны еще и следующие инсигнии плед колчан и коробка теперь посмотрим на пару картинок и посмотрим золотой шлем шлем казино скобках кузьмы медичи 2 работа газпромола 17 век вот значит этот шлем почему у него на шлеме золотой дракон я уже не говорю об остальной чертовщине он что этот кузьма медичи ежедневно ежедневно их вокруг дома видел может быть до раконы это пусть даже не регулярные домашние животные но по крайней мере в лесах может и водились этот символ чей власти дракон как говорится чей символ тех и власть драконов никто из простолюдинов бы не смог выдумать и в кошмарном сне и тем более никому бы не пришло в голову использовать драконов как символ власти если бы эти змеи не существовали на самом деле и не имели эту власть в натуре слово офис змей афиуса означает страна змей так древние греки звали португалию означает змея змей на гречески в связи с чем возникает вопрос как на самом деле переводится современное название португалия ну порта это возможно порт хотя и не обязательно а вот кто такие галлы может это на самом деле были не какие-то там люди галлы а змеи статье про страну змей афиусу написано дословный перевод изгнания астрим не из земли ора маритина нужно только не забывать что тогда не было никакой португалии или испании а был только целиковый иберийский полуостров в тексте про афиусу идет параллельный перевод с латинского на английский и пишется люди змеи страна афиусы жили в основном в горах португалии то есть на севере иберийского полуострова вот значит полуостров теперь становится понятным почему грузия вернее за кавказе называлась иверии а также явление иберийского монастыря на валдае и иберийского монастыря же в еврейской одессе а также пресловутой появившейся только после 1991 года иберийской часовни на входе в красную площадь змеиный след в истории человечества след бога змеев римский поэт четвертого века нашей эре руфус авенус фестус описал географические темы вора маритима побережья вдохновленный греческим мореплавателем который описывал людей крайнего запада на латыни крайний запад ну сами читайте не буду нафиг которых он называл остриминами остримины жили в крайнем западе испокон веков но должны были бежать со своей родины следствие нашествия змей эти люди покинули места своего проживания из-за троллевали то есть из-за людей змей а также из-за драгони ну то есть людей драконов которые пришли на те земли и построили города которые греки называли афиусами городами змей большинство авторов относят этих людей к первой волне индоевропейской миграции на иберийский полуостров речь идет не о португалии а об иберийском полуострове происхождение название которое и берия а так называемый лорнифелд перетролевали некоторые экстрабаганные теории связывают их с древним египтом в котором есть на самом то есть самом самом египте местная традиция говорит что змеи из карнака и луксора мигрировали в европу а если еще вспомнить что моисей при переходе при переходе богоизванных из египта поднял на палки змея который теперь присутствует на всех медицинских эмблемах мира то змеиный след как стоит предположить прослеживается вполне отчетливо при этом змей изображается на древних манускриптов типа как генетическая молекула днк пожалуйста обернутый друг вокруг друга то есть иудейской кодуцей пожалуйста змей является еще символом гермафродитизма половой амбивалентности двуполости повторим еще раз это важное место египетская мифология утверждает что змеи из карнака и луксора мигрировали в европу если в египетских традициях луксора то есть фива тебеса и карнака говорится что конкретно змеи из карнака и луксора мигрировали в европу то народная молва говорит о созданиях которые прибыли на иберийский полуостров как о людях которые подняли поклонялись змеем но не как а человека змеях тогда почему в иудейской традиции принято изображать змей драконов и русалок вот такими вот это картина абеля панна лилит стоит заметить что лилит в русскоязычном произношении это небезызвестная набоковская лолита что совершенно точно показывает осведомленность этого русско-американно-язычного писателя набокова получается что нам снова придется вернуться к барельефу собора парижской богоматери что в сцене о грехопадении о которой нам говорили что там только трое участников змей ева и адам на самом деле располагая в порядке старшинства четверо участвующих змей лолита ева и адам поскольку на этом важном идеологическом соотношении на барельефе 13 века в соборе изображены в центре лолита ева и адам то мы должны делать вывод что змей не змей а змея лолита то есть что грехопадение было не между змеем мужчиной и женщиной евой а между двумя женщинами то есть здесь под грехопадением четко значится акт гомосексуализма между двумя особами женского рода полузмеей лолитой и уже полностью человекообразным созданием евой при этом все человекообразные создания в этой театрализованном действии располагаются точно в узловой точке эволюции человека с одной стороны это пресловутый полный змей и полузмея лолита а с человеческой стороны это пресловутые адам и ева и при ева при этом на барельефе берет в рот запрещенный плод нам говорят что яблоко другое яблоко его передает адаму который его берет то есть запечатлен момент экстафетной передачи яблока несомненно что полузмея лолита находится в состоянии возбуждения и это групповуха для нас в первую очередь важно участие в ней змеи полузмеи и уже человека если принять во внимание тот факт что символом нью-йорка является яблоко отсюда вся сцена может быть трактована как рождение нового иерусалима то есть передача богом офисом змеем нехешем человеку еврею адаму яблоко иерусалима который для гоя будет запретным плодом но священным для евреев и так захватывающий захватающий еврейский куплетист александр розенбаум поет песню мой еру шалайм если посмотреть еще раз на герб иерусалима то бишь яблоко и запомнить его синего льва бонифация вспоминается советский мультфильм еврейского режиссера хитрука по сказке чешского еврея милошами цо урека каникулы бонифация очень уж они похожи мультфильм рассказывает о цирковом льве бонифации поехавшим в отпуск в африку навестить свою бабушку в 60-х годах евреи ссср в израил не могли выехать так просто и поэтому они все хотели поехать в африку чтобы навестить свою бабушку и советские евреи как это видно по режиссеру хитруку сделали все чтобы все-таки уехать в африку всем своим когалом ветераны идеологической контрразведки кгб ссср рассказывали мне о том какой ажиотаж был в 1966 году вокруг этого плохо прорисованного мультфильма с необыкновенным культовым смыслом и теперь я понимаю причину того что его так часто показывали в телепередаче спокойной ночи малышей и на кого похож этот лев бонифаций это тот самый режиссер мультипликатор федор савельевич хитрук комментарии надеюсь не нужны габитус очевидный лауреат премии ники того же награда в духе инопланетянина оскара обязательно золотой ангел бог с крыльями лишний пример что вся мировая культура это культ иудеев и борьба за еврейские награды огонь на этом празднике жизни просто в лучшем случае обслуживающий персонал и этот синий бонифаций означающий на хорошее судьба советские евреи прекрасно понимали в 1966 году кто это такой лев лев бонифаций поехал в какую такую африку и какой-то такой бабушки на историческую родину отсюда был и культ этого мультика мне же этот мультик не нравился он почему-то не нравился взрослым людям которые отмечали его всякими золотыми никами вот такая вот ребята интересная статья нашлась на этой самой флешке кому эта тема интересно